Добро здоровиться уважаемые посетители моего канала смотрите какая картиночка как я сижу ровненько да пострижен более-менее побрит голова вроде как лысая но через некоторыми это все зарастет то есть тут следите следите так на видосик истина жизни в здоровье пришли отклики и вот истина в жизни если так сказать это взяли и от меня такую цитату сделали что истина жизни в здоровье на самом деле истина жизни совершенно в ином она в том чтобы раскрыть чтобы человек это я считаю с вами беседа чтобы человек раскрыл себя раскрыл себя по массе всевозможных дарований которые у него присутствует его способности возможности так в плане физических в плане душевных и в плане духовных есть такие понятия кратенько я так хочу сказать вот я в свое время разбирался для себя что такое здоровье и оказывается здоровье это такое довольно таки сложное понятие которое выбирает себя в три группы это здоровье физического тела это здоровье психики человека то есть его черт характера его эмоционального отклика на окружение и разумность и наконец-таки здоровье здоровье духовное которое подразумевает а как ты относишься как окружающему миру то есть это совсем другие понятия они не включает сюда ни черты характера они сюда включают мировоззрение в первую очередь и потом дальше уже как ты будешь взаимодействовать и так вступление было сделано теперь я хочу почитать как раз комментарии на истина жизни здоровье и вот согласно вот этим комментарием уже сделать некоторый разбор 82 комментарии ну и начнем первые девять ответов значит чистку печени я не не беру вторую зачем сахар не беру так так и найдем ага и вот вроде как первое по нашей теме здесь мы и критикуют этого подписчика то есть тот который как раз вот написал то есть человек открылся он изложил что у него ну будем говорить вон ну грубо говоря открылся я перед вами открываюсь постоянно и я не боюсь что вы вот эту мою открытость сочтете за какую-то там глупость можете там по-своему грубо говоря так что-то написать посмеяться я уже этого не боюсь и здесь вот как раз значит пользователь пишет здесь многие критикуют этого подписчика вы правильно ответили то есть я вошел в его понимание что он хотел и ответил вот как он видит этот вопрос и как я вижу этот вопрос ответили вы правильно ответили письмо написано с добротой и то письмо с добротой то написано и мое с добротой честное мнение высказано в вежливой форме не должно восприниматься в штыки что я и сделал человек не идеален правильно каждый из нас не идеален и в зависимости от вы год правильно сейчас понимаете это для взрослых самостоятельных людей которые люди думают что они чего-то достигли а вот после этого видоса вы как-то поймете вы действительно чего-то достигли или же вам еще учиться и учиться вот человек не идеален у каждого уже в этом слове сказано у каждого человека имеется свои понятия об идеале и он это как бы сказать думает транслировать на другого человека не понимая что каждый из нас вот он но такого как у вас есть на данный момент и данный момент это говорит о том что человек так мыслит так развит так понимает такого него мировоззрение то есть чтобы что правильно понимать может в чем-то и нужно прислушаться вот смотрите я даже прислушался я побрился я постригся да постригся где-то это двоечка но чтобы приятно но еще разок я хочу сказать все это со временем зарастет и думаю но в этом ли особенности подачи знания ну это мое мнение а где ошибочный взгляд спокойно без гордыни объяснить что здесь человек не понимает таких-то или таких-то вещей что я постарался сделать насколько я это понимаю опять таки я не идеален насколько я понял настолько я и объяснил эти вещи можете еще разок пересмотреть где я говорю так пусть подписчики учатся разумности а то народ склонен бросаться в крайности и сразу нападать вот это то и отличает наше общество вот сразу по этому бросанию и нападению по вашей эмоциональной буре когда вы посмотрели этот видос вы можете уже судить о своем здоровье и кто есть по всем уровням начиная с духовного далее психического и и физического вот многие на счет физики там они хорошо разбираются там вот вроде вот там бегать надо там еще что-то надо делать чтоб тело там выглядело а что в этом теле то насколько ваша духовность насколько ваша психика если ваша духовность имеет изъян то вы сразу начинаете бросаетесь нападаете и далее это духовность ваше духовное здоровье и дальше вот это нападение и бросание вызывает вас бурю каких-то эмоций это уже говорит о здоровье здоровом состоянии вашей психики вашего так сказать психической составляющей и естественно эмоции слова эмоция приводится как волновать она отражается на вашем теле и разве может быть тело быть здоровы если его вот так вот волнует все эти вещи которым он должен относиться с понятием то есть я вот хотел и уже объяснял вам есть такое понятие как терпение терпение там мне один мой знакомый говорит терпи петрович что ли не никакого терпения не должно быть потому что терпение со временем лупается и прорывается в виде какого-то неконтролируемого поступка которым потом очень можно пожалеть так вот должно быть понимание ситуации первое понимание понимание ситуации понимание человека понимание допустим грубо говоря я живу жену понимание жены понимание своих детей которые выросли которые уже имеют свое мнение и их надо понимать и тогда вот этого не будет знаете вот волнения вот не так их воспитал самосожаление и прочие прочие ерунды это очень важное видео как то так и это это не о рецептах это это вот как раз о жизни но и вот вот как раз пользователь чушь несет все высосал из пальца чтобы показать что все тупые а пользователь который написал самый умный или я это боится обнаруживать свой псевдоним нет это все таки к пользователю чтобы не разорвали его в клочья очень очень дальновидно ничего тут дальновидного нет вот это слово разорвали в клочья говорит как раз о том что что духовное здоровье желает лучшего и от этого уже идет и психическое здоровье не не то видите вот я как раз разбираю для того чтобы вам вот это все показать но пользователь лет вы наш учитель и вдохновитель я врач с трехлетним стажем восхищаюсь вами спасибо за вашу работу спасибо у меня были отзывы отзывы врачей которые вот говорили что кое-что вы нам разъяснили и как раз комментарий на этот отзыв удивительно редкий случай когда врач оценит работу автора канала браво мы тоже вами восхищаемся больше вот таких врачей оставим без комментариев да далее это вам вредный дядя написал комментарий не вредный дядя но вот это дядя или тетя он еще разок в люди боятся открыться из-за того что вот туда буквально такие вы открылись вы рассказали что чё и как это ясно и понятно ясно и понятно да не ясно и понятно вы открылись вы провели какую-то смелость для того чтобы открыться это уже большое дело когда человек становится гораздо смелее он не боится показать себя таким как как у он есть и тут разумно аргументировать на это то 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 и все никаких не эмоций не должно быть просто такой интересный обмен информации который с одной стороны и с другой стороны может привести к тому что положительно повлияет а когда вот это вот человек не открывается особенного семейной жизни кто-то кого-то или на работе кто-то кого-то набит а то да молчи 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 там работа хорошая там что-то платят а тебя там вот так вот найти это или в семье там крутят вот нету этого поэтому не вредный дядя написал а дядя написал как он это видеть вот как бы он стал ну я ответил насколько ответил так следующий комментарий какой-то малоприятный человек написал но почему вот он должен был малоприятным но почему он должен быть малоприятным мне не нравится а ваши мысли всегда интересны пусть тот человек что написал сидеть на своем месте но вот так вот знаете вот если взять теперь вот все это дело в государстве что у нас творится и мы сидим на своих местах и у там какие-то дяди там что-то там за нас думают и вроде должно быть благосостояние а на практике оказывается нет потому что нет вот этого обмена этого обмена взаимного принятие восприятие с помощью чего мы как-то меняемся но не то малоприятный человек то человек нормальный каждый человек нормальный и важно каждого человека понять если этот человек ну будем говорить вот вы он транслирует то что у него имеется в его мировоззрении в его психике транслирует и вы это все понимаете и вы с ним разговариваете и если идет обоюдный обмен и человек как-то меняется и вы как-то меняетесь в соответствии с этим то это нормально если же нету никакого обмена ты ему то там говоришь а он там тебе там свое там говоришь естественно с таким человеком неприятно общаться неприятно общаться из-за того что он этого не принимает он еще не готов к восприятию подобной информации но раз не готов просто-напросто он находится на такой ступени собственного развития меньше общайтесь и и все вот и все простое но опять-таки это не неприятный человек следующий пользователь слишком много придерживается к имиджу не понимая самой сути того для чего канал поднимать уровень здоровья на новый высокий уровень понимания себя и физическом духовном плане но вот некоторые люди считают что я я не хочу сказать опять таки что я каких-то там достиг высот таких недостигаемых для обыкновенного человека но все мы с вами индивидуальны кому-то нравится одно кому-то нравится там другое кто-то вот над гибкостью работает вот ему там юга нравится там вот эта гибкость асаны там и он может достигнуть действительно больших вещей ну например как я когда вам показывал закрытый лотос и его не каждый подготовленный там человек сделает развивающая гибкость а вот мысль немножечко это сама ушла ушла мысль высокий это так то есть каждый чего-то может там так такого достичь и остальные ему могут показаться в этом деле но новичками но вот именно чтобы во всем вот в чем должен человек расти да сначала мы с вами в основном над физикой занимаемся мы хотим иметь хотим иметь здоровое красивое тело как бы ясно и понятно функциональное чтобы она была и сильная чтобы она была и выносливая и все и для этого работы а вот смотрите дальше вот такое понятие как черты характера то есть уровень психики чтобы вот эта гармония была а дальше идет мировоззрение это духовный уровень чтобы в этом плане мы были чтобы были действительно гармоничной личностью и тогда как-то с этих позиций начинаешь понимать несколько по-другому а тут действительно ты физическое тело должен поддерживать ну как я говорю в 40 минут это для того делается чтобы как раз как я говорил проработать межпозвоночные диски особенно и далее чтобы у вас там более-менее кровь прошла лимфа там прошла энергетика чтобы чтобы вот так вот но если человек больше настроен настроен на физику тогда он естественно начинает больше совершенствовать вот этот уровень своего существа а допустим он тогда и больше там бегает он еще занимается силовыми там упражнениями прочее прочее что все это поддерживалось ясно понятно это ну вот для себя вот это вот вот этот видос как раз показывает о том я не на этого человека говорю что у него там психический уровень страдает и духовный уровень страдает а вот по судя по вашим отвлекам вот это у вас как раз и страдает и психика страдает не имеет изъяны она не страдает она имеет изъяны которые уже начинают выражаться в том или ином недомогании заболевание духовное страдает вы имеете грубо говоря опять таки и соответствующий здоровье соответствующих окружения и даже соответствующий там достаток это неважно говорить что вы если духовность тут в этом монахом становитесь и очень правильно вписывается в мир это как раз вот отвечает за это ваш духовный уровень и ваш психический уровень как вы с этим взаимодействуете поэтому я здесь как раз вам рассказываю хотя канал то направлен в основном вроде бы как на оздоровительную тематику но он подразумевает оздоровление и психическом уровне и в духовном уровне я с вами делюсь и стихами и музыкой и своим там физическим видом которые этот самый но я также рассказываю и о том что меня интересует какие у меня там достижение там на данный какие там недочеты на данный момент но естественно я привожу а то многие как бы сказать вот 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 а то что я уже прошел кем я был чем я занимался на что я опираюсь то есть опираюсь не просто вот сижу и с вами разговариваю а у меня за плечами там и тяжелая атлетика у меня за плечами и развитие гибкости у меня за плечами и голодание у меня за плечами и вот это вот сочинение стиховым там музыки как как я там могу у меня в конце концов семейная жизнь как она сложилась у меня профессиональная жизнь как она сложилась у меня как я себе открыл то есть все это у меня за плечами что-то я знаю вот о чем я и рассказываю мы продолжим в 1995 году когда я начал очищаться по книгам гп я буквально влетела и жизнь а взлетела и жизнь моя круто изменилась я с легкостью преодолевала тяготы что непростое время время было очень непростое более того я думала думала в то время и сейчас тоже что самое умное что я в жизни сделала пошла по проторенной дорожке которую протопал гп надоедает слушать эти тупые придирки этого пользователя для которого внешний имид самое главное в жизни самый искренний и самый лучший на youtube смотрите вот мои возражения это не тупые придирки все таки каждый почему я вам в начале видео выставляю свою свежую не не прошедшую какую-то обычно свежую форму которая у меня имеется на данный момент вот я ее вставляю что действительно я не беру когда я был мастером спорта когда мне было там в 25 лет и это а я беру вот это последние вот в чем еще дело внешний вид действительно если вы занимаетесь оздоровлением если вы расскажете о здоровье но более-менее как как-то вы должны соответствовать я вам показываю где мой живоп живот если у меня пресс там больные там суставы кое-что действительно у меня там страдает не без того но вот я стараюсь быть искренним искренним а там лучше или не лучше это уж это далее пошло шесть ответов так пользователь пишет все что вы написали сущее правда то же самое прошло у нас полностью изменила жизнь нашей семьи и у родственников но почему люди почему придирки прямо ничего и сказать нельзя ну почему ну да прямо ничего кое-что может пойти и на пользу самому автору вот мы как раз и обменяемся да не забывайте это если хотите ему действительно добра очень важно вот вот это такая доброжелательная критика ну вот вот доброжелательно вот она по крайней мере у этого пользователя была такая доброжелательно так так сказал ну может там где-то там немножечко резко резко выразился но ничего тут страшно все было это сама с таким добрым уклоном а некоторые вещи из замечания подписчика действительно может и глупы никто не идеале не сотвори себе кумир не зря же так говорят я понимаю почему смотрят вот этих всех молодых блогеров потому что в молодости на и я то естественно молодости выглядел совершенно по-другому потому что вот эта картинка она действует вот я занялась и вот видите а совсем конечно другое дело когда вам 70 лет после того как вы занялись и что у вас осталось я не не зря вам говорю что от бодибилдеры вот все накачали тело красиво стали мистер олимпия вот самый лучший мужчина а удержали ли они эту форму после что с ними стало это тоже важно имеет значение вот не забывайте если хотите ему действительно добра замечание или там комментарии этого подписчика они позволили мне вот на эту тему выйти на тему здоровья психического и духовно о котором я вам рассказывал рассказал рассказывал но которую вы особо не понимали когда вот эти вот идут резкие высказывания а вот здесь как раз мы видите в них уперлись прямо таки лоб в лоб насколько вам дойдет если вы сумеете измениться духовно духовность это ваше мировоззрение это самое самое важное если вы сможете изменить мировоззрение то есть свою духовность я уже вам говорю потому что они говорят духовность духовность а что за этим понимается они не знаю там духовность и это мировоззрение изменить вы уже станете другой личностью если вы сможете изменить свои черты характера вы также станете другой личностью одно действует на другое я как раз вот прошел вот этот путь и мне хотелось его как то знаете вот вам ясно и непонятно подсказать далее упор только на имидж а на остальное наплевать но некоторые люди да вот мне вспомнился случай я был в германии в германии там как раз ездил там с лекциями и останавливались мы как раз в семьях русских иммигрантов вот остановились после лекции там переночевали встали там завтрак то есть все и хозяйка этого дома мне говорит вот я надеюсь петрович книги ваши я читала я вдохновила сделала вот вы сами и я-то думала что мы с вами встанем сделаем пробежку потом там обольёмся или обольёмся потом пробежку еще там что то что а вижу вы тут это не вам не до пробежек в этот лежите спите опять-таки важно понимать лекционные вещи это одно здесь вы ездите по городам здесь вы рассказываете здесь вам ну конечно при чрезмерном таком желании и некоторой доли фанатизма можно там бегать и прочее прочее заниматься но вот этот вот фанатизм он должен быть у вас такой разумный есть время если это вы занимаетесь все но если вы чем-то другим занимаетесь и пытаетесь еще этим заняться но насколько у вас там это получится я не возражаю может это все и получится но я лично вот такое и опять таки я с вами делюсь можно этот эпизод опустить и сказать да он там фанат он там обливается он там голодает он там бегает он там что еще штангу подымает и так далее так далее но имидж имидж посмотреть на человека который что-то вам говорит говорит и показывает я стараюсь не просто говорить и показывать тут если внешний имидж брать вот это вот да волосы там постричь что-то побриты это одно это можно а если вот что-то другое не нравится ну это я стараюсь вам преподнести не столько свою прическу там обросшись и еще что-то там такое а в общем в целом так это оскорбительно о заслугах нет ничего этому пользователю заказали за деньги написать продажный тип я бы выкинул его с канала без права вот это уже как раз элемент нетерпимости это элемент изъянов духовности и изъянов психологии еще раз говорю не надо никого терпеть не надо никого там выкидывать или еще важно понять и как только вы начнете понимать у вас не будет ни терпимости ни злости ни раздражимости вот что самое главное понятие после которого у вас в душе мир покой ну примерно как я в этом видео сделал далее следующий пользователь пишет это два дня как раз назад не нужно рубить с плеча за деньги написать по заказу продажный тип неизвестно действительно откуда вы знаете что этот человек написал там задение что-то там там продажно что-то еще там такое но вы это не знаете ну а какие-то домыслы строите и вот эти домыслы уже говорят об изъяне вашего сознания изъян запомните изъян это уже уже будем говорить подразумевает что на нем могут нацепиться всевозможные привычки всевозможные черты характера и сделать человека больным более того если мы о духовном уровне говорим с помощью духовного уровня мы взаимодействуем с окружающим пространством я все вам говорю вот красивые слова и другие вещи то есть ваше сознание должно быть чистым и должно наполнено позитивом тогда вы начинаете притягивать к себе благо здоровье удачу средства самореализацию и то что вы хотите а если в вашем сознании вот эти вот там продажные непродажные так и сяк то у вас сознание больно оно не может взаимодействовать с окружающим пространством так как оно должно и поэтому начинается вы смотрите на жизнь больше со злобой с недоверием с раздражением вот так то значит доказательств у вас нет так можно и клеветать незаслуженно человека он никого не оскорбил просто высказал свое мнение и кстати пожелав всего хорошего в заслугах не написал не догадался может быть ну не важно там говорить о заслугах это я ж не для того что веду что какие-то там заслуги свои там демонстрировать или напоминать о них я сейчас веду канал и вот общаюсь с вами Лена тут всякие шляются сами толком ничего не делают а гонору то опять таки о чем это говорит это говорит о том что изъян в сознании психический уровень уровень духовности вы что извините многие так подумают вроде они хорошо ко мне относятся а это своеобразная идет диагностика это своеобразная самодиагностика вот этот человек он молодец он искренне рассказал открылся а и тут и тут как раз вы на него начали реагировать вы на него начали реагировать и вот эта реакция как раз и показывает кто вы на самом деле есть и опять таки я не хочу сказать что вы там плохие что вы там хорошие или еще вы просто напросто примите вот это вот примите это ага у меня есть вот такое вот чувство и я его видите там написал то есть оно само лезет через вас я его написал это это будущее зерна вашей если так по индийской терминологии это зерна вашей кармы вот они которые дадут туда дальше те или иные всходы и вот тут как раз с ними надо работать надо их раз и знаете не грубо говорить ох я написал надо там извиниться надо как-то это само покаяться или еще надо пониманием что вот это то есть у вас должно быть как страж стоит еще одно сознание как контролер который контролирует что у вас в чердаке творится в вашем сознании и все это он начинает пропускать не пропускать искоренять не искоренять потихонечку работать но без какого-то надрыва и без насилия если будет насилие в чердаке будет взрыв далее можно любые гадости говорить а в конце сказать извините если что не так очень хитрая практика Алисия Алисия как известно только на себя работать я не сказал что это какая-то Алисия это сама тактика там практика еще разок я вот перед вами открытый сижу открываясь что у меня там какие-то изъяны внешние внутренние вот и при этом и при этом я не испытываю там вот каких-то чувств которые бы меня коробили вот когда вы станете действительно выше всего этого вы поймете насколько вы совершенны совершенно насколько несовершенны какие у вас достижения какие бы вы хотели что-то получилось не получилось то есть вы начнете себя оценивать вот правдиво искренне и когда вот это правдиво искренне будет самооценка у вас никакой внутренней коробливости не будет это очень ценный видос мало кто в такой там тематике работает это и для меня и для вас и вы просто-напросто начнете тогда меняться меняться без надрыва без плача без раскаяния без покаяния и прочее вот это истинная работа а то вот люди каятся а что я сделал ай-яй-яй-яй вот-вот-вот-вот и я тут вплоть до того что еще какие-нибудь действия совершу нет вот вы когда вы понимаете этот механизм вы начинаете меняться вы начинаете становиться лучше и в первую очередь заработал механизм понятия не значит терпение или покаяние а понятия петрович лучший следующее каждый выбирает ту гимнастику тот вид упражнений которому приносит результат вид движения сообразно образу жизни прекрасный ответ да каждый в зависимости от условий от его так сказать интеллектуального развития и в зависимости от особенностей индивидуальной конституции среды в которой он обитает он выбирает то или иное вот действительно мода мода на качание а до этого была мода на бег там бегали а до этого была мода там на грубо говоря на йогу там занимались еще что-то там еще сейчас столько всего что люди теряются поэтому вот как раз я вами говорю а я выбрал то что для меня затрачивает меньше всего времени а отдачу дает самую большую то есть вот так вот и об этом с вами говорю но это не значит что бег плохой там поднятие тяжести плохие голодание плохое там закаливающие процедуры плохие нет все должно быть вовремя своевременно и ложиться на индивидуальную конституцию человека чтобы это способствовало ее поддержанию ее уравновешиванию и тогда человек будет доволен и здоровым ну вот вот интересный отзыв Геннадий Петрович вы молодец вы людям дали столько что ни один пока человек не дал я имею ввиду в вашей книге только нормальные люди все молчат и учатся спасибо вам здоровья ну почему почему бы и не высказаться вот видите я говорю а почему бы и не высказаться дальше по моему этот человек вообще не знаком с вашими трудами и не смотрит видосы я в шоке вот нет человек этот смотрит видосы потому что он говорит что я выставляю выставляю свои там фотки и видосы неизвестно какого времени и как бы сказать вроде как выдаю за настоящее нет я если это иллюстрирую о чем то рассказываю я иллюстрирую что да было такое я голодал 40 суток ага вот он голод у меня записан к счастью есть а вот допустим занятие там югой вот гибкость такая была а вот допустим я нырнул в прорубь да а вот я что то там поднял то есть вот нет человек смотрит он видосы он смотрит видосы насколько он знаком не знаком с трудами я не знаю но видосы по крайней мере он смотрит он зашел похвастаться за тем что делает для себя ну и ну я бы не сказал что он похвастаться он просто привел то что он делает да бегает там десять километров я в свое время когда всем этим делом занимался для того чтобы изучить тот или иной метод надо в него погрузиться вот допустим я погрузился в голодание видите как что касается бега когда я вел это годы восемьдесят четвертые восемьдесят девятые видите я бегал регулярно бегал босиком в любую погоду когда вел клуб бодрость сколько там мы бегали минут тридцать двадцать наверное вот я помню знаете на мне одеты трусы майка никакой обуви нету а где то допустим февраль месяц и началось первое там тайне или март месяц то есть лежит снег еще лед вот это лужицы вот этой талой воды вот я я бегу некоторые мои ученики также со мной там бегали вместе босиком в том числе и женщины бегали молодцы и бегим и больше вот сколько и ничем там не болели ничего не было то есть был свой такой этап который вот был пройден был там более-менее там из него я что-то там взял больше знаете что запомнилось столько набитых стекол от бутылок как в том же это самое горсаду Гагарина что после обычно чуть ли не каждого пробега такого мы садились и вынимали за нозы стеклышки вот такое было но не каждый раз но было запомнилось так что нет он сделал свое боже сколько не адекватом но опять таки вот мы привыкли оценивать то же человека то что он говорит его поступки в свете того как мы это понимаем в свете своего мировоззрения в свете своего вот будем говорить интеллектуального развития черт характера мы вот так понимаем а насколько это понятие отражает действительно что хотел тот человек показать вот поэтому здесь наоборот большое большое значение это смелость смелость что открылись вот я вам рассказал о своей семейной жизни что было что там не случилось и со своей точки зрения рассказал открылся я понимал что вы там что-то там скажете но я открылся и это придало мне еще большие силы только сильный человек может открыться высказать свое мнение мнение воспринять мнение других спокойно рассудительно с пониманием это очень важно вот а то что адекват и не адекват и не это не то я бы на месте вас просто сказал вот дойдите целый добрый человек видите а я то не сказал потому что я в этом нашел ту информацию которую вот до вас донести и на это насчет этой информации сделать вот еще вот такое видео показать вам кто вы такие есть на самом деле и не ну не глумиться над вами не сказать что вы такие там а чтобы вы сами это восприняли и если вы восприняете это вот как я воспринимаю то вы станете лучше добрее сильнее и с вами начнет по другому взаимодействовать пространство человек вот я подчеркиваю важную мысль человек он создан не для работы он создан для работы с окружающим пространством с теми разумными силами не столько природы а с теми разумными силами которые стоят за природой тем тонким миром который всем этим правит вот для чего человек и создан это мое мнение пять ответов тут на этот комментарий здесь идут одни юзер фм 7 и так далее поэтому нету практически так чтоб это было написано вот как я там допустим петрович пишет и так далее но вот значит на вот это вот зашел значит похвастаться на этот комментарий пошли следующий комментарий человек высказал честно свое мнение вежливой форме так так я считаю именно так я не оскорбился ничуть по-доброму да автор очень хорошо отреагировал так 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 вы тоже это некоторые понимают как я отреагировал да без гордыни тоже уважительно но мнение у человека такое во у него такое мнение он поделился что что допустим действительно вот из этого мнения можно там взять а берем что допустим вы считаете это не соответствует истине вы или вашему мнению вы отбрасываете вот и все причем тут похвастаться прекрасно айди ты отсюда это хамство возникшее от гордыни вот видите вот 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 разные мнения разные вот эти вот то есть это у человека имеется в сознании и одни могут это увидеть а другие как то это не видят они считают что это вот так вот должно быть вот в чем в чем разница наших сознаний оказывается там огромная разница далее как я поняла из коммента это женщина насколько я понял это мужчина видите даже это вот такие разные вещи женщина мужчина тогда я вам так скажу вы что на канале Петровича пришли чтобы его на танец пригласить прическа не та одеть не так пузико не то но насчет пузико я вам уже говорил можно сесть вот так и видите тут уже живот и все такое несмотря на то что живот есть согласно возраста там можно еще разок я говорил можно работать там ну и чтобы там больше я вот сижу перед вами видите вот так голова пропорции то есть все пятое десятое живот куда то ушел тот огромный который не нравится человеку все таки чем то чем то интересен канал что он что то что то может взять так дальше а при чем тут прическа разумная критика должна присутствовать обоснованная естественно ведь мы приходим на канал чтобы делиться своим оздоровительным опытом и не просто оздоровительным опытом вообще жизненным опытом вот это хороший комментарий а он у всех разный да обсуждать этот опыт делать выводы что то отбрасывать а к чему то прислушиваться как то так прекрасно вот это именно то вот это именно то для чего большая часть канала этому посвящена потому что я тут и про машины рассказываю которые там у меня там есть кому то интересно я ей рассказываю иногда там и про стройку что там делаю руками и про многое многое другое мы делимся делимся следующее конечно за пузико было сказано некрасиво надо признать а вообще он постарался быть вежливым вроде ну насчет пузико я уже много раз вам говорил и показывал вот как я вот это каждого человека можно так показать что что думаю с очень будем говорить неприятного ракурса мы так скажем с неприятного ракурса дальше как отзыв такого как гп сразу церковь венчаться вот это я думаю как раз женщина сказала венчаться а может и мужчина венчаться ну у каждого своей знаете при выборе супруга или супруги у каждого своей идут какие-то предпочтения в голове сначала это фигура ну я об этом рассказывал а потом когда мы начинаем жить с фигурой мы больше реагируем на внутреннее содержание этой фигуры и если оно соответствует нашим ожиданиям вот тогда идеальный брак а так фигура так сказать хорошая а содержание ну с нами идет в разрез так вот прицепились за этот живот сколько уже пишут об этом где же они его видели чудеса да и только непонимание индивидуальной природы телосложения я даже сегодня вот сегодня сегодня это 17 августа 23 года у своей жены спросил мы ездили в бассейн купаться но есть у меня там живот или еще как ты мою фигуру оценишь то есть моя супруга она сказала вот как так супер интересно послушать людей которые у вас ага занимается гимнастика индивидуальная конституция это правда но не понимают это многие я сколько не ем весь не набираю но это одно это одно здесь здесь идет речь не столько допустим лично меня касается индивидуальной конституции а вот именно внешнего вида что вот так вот кажется что это вот сейчас я сижу насколько я вот понимаю я смотрю у меня вот эти вот камерки они без монитора я просто-напросто поставил хотя есть вот такой маленький мониторчик вот такой вот маленький мониторчик я навел поставил прицелился и грубо говоря записывал а в этой камере это вот какая камера видите какая камера вот здесь вот здесь вот здесь есть мониторчик вот здесь есть мониторчик я на него смотрю контролирую что-то что и как поэтому я вижу вот тут грудничака ах ну лицо соответствующего возраста нельзя сказать что там оно что-то там молодое или так далее поэтому здесь речь не об индивидуальной конституции просто идет опять а фишка написала Геннадий Петрович браво разделали как говорится под орехи этого комментатора с его коменту не фишка не разделывал я его и мысли такой не имел а я вот как раз использовал вот этот момент для того чтобы вот с вами побеседовать и это буквально таки не хочу сказать что это была своеобразная наживка такая знаете как вот прежде чем кого-то поймать делается наживка потом забрасывается а потом уже начинается там ловля вот как раз даже не было вот этих вот мыслей что ваши комментарии может быть я сначала вот побеседовал только с ним а потом когда я почитал ваши комментарии я понял что это еще более ценная информация нежели само вот это видео и вот я решил на нем опять таки я стараюсь так вам рассказывать чтобы это вас не задевало ни в коем случае то есть моя задача на канале стоит в том чтобы показать вам ну будем говорить какие-то ваши несовершенства мягко добро потому что я вас стараюсь на этом канале чтобы вы там не говорили возвышать вся наша жизнь вот такая вот как вот это вот идут эти комментарии она только принижает только принижает и как только человек открылся ну допустим вот как я открылся и столько грязи столько всего потому что вот ё-моё да зачем я это сделал и очень многие люди ломаются то есть редкие становятся действительно блогерами особенно вот блогеры-то разные одно дело там показывают в видео вот тут у меня мониторы это о фильмах рассказывают о машинах рассказывают рассказывают там про бокс или еще что-то а другое дело вот-вот-вот копаться в человеческой личности вот тут-то вы сталкиваетесь со всем начиная от прошлых рождений и кончая вот-вот настоящим что-то поэтому никого не разделывал никого не это разобрал а вот сейчас с вами опять-таки я беседу рассказываю что глядите есть-то кого-то и дойдет мысль что есть-то здоровье ума и сознание кстати я такую книжку написал и она там где-то издалась там редким тиражом и куда-то пропала види какая у нас все время еще беседы здоровье ума и сознание что что как что откуда возникает а не разделаться ага фишка пишет блин а скажут что я подхалимичу пользователь пишет просто спокойно ответит разумно объяснил почему некоторые вещи заявляемые в письме ошибочны особенно что касается этого живота я он имеется согласно возрасту согласно этому люди с возрастом они знаете матеряют они становятся вот даже на животных посмотрите можно легко отличить не то что старое животное так сказать пожилое животное от молоденького у молоденького там и формы и животик там поджат и так далее а уже там у матерого пожилого да он знаете как богатырь выглядит что самец что самка такие вот то есть это уже говорит о том что жизнь его пообтерла он набрался сил он набрался прочих прочих таких вещей которые его сделали таким уже менее сокрушимым потому что молодым молодого животного раз раз и сокрушит а пожилого уже который это не так то просто у него же и опыт у него же и жизненные силы совершенно другие которые знаете обтесались природой а так а к некоторым прислушаться ну эти прислушать правильно без гордыни доброжелательно с уважением к чужому мнению отлично молодец геннадий петрович на высоте вот мне бы хотелось чтобы вы не по этим самым рецептам которые я там разбираю рецепты мне нравится разбирать из-за того что мне важно чтобы я сам понял механизм действия рецепта механизм действия травы процедуры прочее 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 и все это когда у меня уяснится я еще там вам рассказываю иногда получается длительная иногда получается вот так вот но тем не менее а вот тут-то вот тут-то чтобы вы оценили вот эти качества разбор уже ваших характеров черт личности вашего мировоззрения духовности вот что то есть это совершенно иной уровень учительства преподавания и рассказа на высоте ну хорошо все занимаются подхалимажем а вопрос зачем зачем нам надо заниматься подхалимажем ну тут тут тоже вот сказано дело в том что если оценка идет по видосам по содержимому видосам по содержимому книг это это одно вот люди скажут да там вот видео разобраны да там вот это разобраны это одно справедливо там несправедливо а никто особо хотя есть отзывы которые скажут да вот вы выглядите там хорошо ну это не такие уж частые там отзывы и я не так уж часто стараюсь себя будем говорить вам показывать вот эти все свои там возможности тем более видите гравитационную гимнастику я как-то там сократил вот это вот там раздеваться но тем не менее тем не менее вот когда пошли вот эти вот и я вижу на видосе что действительно ракурс вот такой вот живот как бы сказать большая там голова маленькая я выставляю себя вот эту маленькую картинку это то что на последний момент имеется или на последнее время вот я занимаюсь а в конце я так встал перед зеркалом заснял себя и выложил и показываю поэтому подхалимажем не совсем это соответствует истине есть может быть наоборот восторженный отзыв о том что все таки ну смотрите ну в такое время вот так вот и знаете вот ютуб там окошки показывает и вот с разным содержимым и вот о героях фильма крокодил Данди рассказывает что там сейчас с ними произошло и оказывается многие актеры умерли многие умерли не достигну и семидесяти лет видите как а казалось бы это же за границей вроде там и актеры у них там должны быть и денежки то и все пятое десятое он так что вот это важно знаете не подхалимством заниматься потому что ну что я что они от меня имеют я им деньги не раздаю я особо консультации там не даю вот только только постольку поскольку здесь вот просто-напросто констатация фактов да вот выглядишь так или выглядишь не так ну грубо говоря кому то нравится кому то не нравится ладно дальше пишут климаксовых особей о-ля-ля это кто так хамит ну вот вот это вот тут я согласен с отзывом что так о людях вообще-то нежелательно отзываться видите это уже говорит об изъяне в духовности об изъяне на психическом уровне опять таки вот я стараюсь вас возвышать никого не унижать сколько вот я с Сергеем Матвиенко там общался там сколько с другими людьми тем более совершаются одни и те же ошибки я же не говорил что какой-то там человек что-то получится не получится есть такое понятие зреет то есть человек долго зреет до нужной информации до нужного как бы сказать восприятия а еще он дольше зреет до трансформации собственной личности это огромный путь он занимает вообще-то годы а то и десятилетия поэтому нельзя так говорить так дальше что такое климос кто очищается голодать никаких симптомов не может быть ага вот это прекращение деторождения и все женщина освобождается от процесса размножения этот термин объяснить далее не надо тут котиков и собачек хотя у меня есть и котики и собачки дальше что за глупость вам написал подписчик я без информации на вашем канале так и болела бы дальше тридцать лет кряхтела и страдала и два года работы над собой и отличные результаты благодарю геннарий петрович спасибо то есть канал несет какую-то положительную будем говорить нагрузку положительно влияет на вас если вы там занимаетесь тем более человек когда занимается он спрашивает спрашивает я это говорю говорю то есть идут такие консультации ну допустим этот же подписчик там пройдет еще два года работы над собой и все что можно сделать с помощью там допустим что изложено в моих там книгах все будет сделано и он пойдет дальше это естественно дальше пойдет или там остановится ну каждый свое важно чтобы мы с вами от физического тела шли к совершенствованию психического тела психической составляющей это черты характера сознания и до мировоззрения а вот тут мы уже если мы начнем на духовном уровне а именно работать с мировоззрением вот такого понимания мы уже начнем работать с открытой вселенной это совсем другой уровень но я о нем особо не рассказываю почему потому что я еще ничего такого серьезного в этом направлении не достиг дальше что за глупые комментарии по всему видно что какой-то завистливый хвостливый мужичонка ну я бы не сказал вот видите вот видите и после такого если он там читает ой думает зачем я открылся зачем это тут и Петрович эту тему поднял ой 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 нет это как раз для того чтобы мы с вами включили свой разум включили понимание и уже вот это понимание начало незримую работу по совершенством нашей личности дальше пользователем молодец пишет это это один и то же все отвечает UserFM7 Я бы не торопилась с такой характеристикой Зависливый бы написал в другой форме, на мой взгляд Вы сразу так и наброситься На корню заглушить все, что против шерсти Некоторые вещи могут быть и полезны Не забывайте, никто не идеален Не нужно заноситься Давайте учиться у автора, как нужно реагировать На разумные и неразумные подсказки Вот это очень дорогого стоит Что есть все-таки пользователи Которые и вот эту информацию берут Которые понимают, о чем автор с вами беседует А вы еще не поняли, он постоянно с наездами здесь и бахвальством А также с грубыми стилитическими ошибками Для некоторых очень важно, как это написано Как это подано Коробит Я уж не говорю о том, что сам звук голоса Построение речи, фраз Это все так же влияет Я в этом деле далеко не идеален Ох, как далеко не идеален Но тем не менее, насколько я так понимаю Все-таки, что касается информации Я ее как-то умудряюсь доносить Что люди воспринимают, пользуются И она работает положительно Посмотрела его аватарку Сексуально-военно-агрессивное действие Агрессивное действие Но прислушивайтесь к бесам Иногда Вот Заболевание Более того Более того Я так хочу сказать Вот мы Это очень важно понимать Вот мы С помощью своего собственного сознания Создаем Вокруг себя Вот как раз Вот эти говорят люди все Ауру То есть окружение Особое Информационно-энергетическое окружение Которое является На тонком уровне Прекрасной подпиткой Тех или иных микроорганизмов Вы поняли мысль? И в результате Те же самые грибки Скажем Те же самые ГРПС Ну это тоже там грибок И прочие-прочие паразиты Они как раз Сначала вот на эту Информацию Собирается А дальше уже Начинает Прорастать И человек Получает Тот и иной Недух Не понимая Что он Его привлек В начале Своим собственным Умом И очень трудно Избавиться Просто с помощью Лекарств Как нам советуют Вот это вот Сидите Вот это вот Сидите Вот это Сидите И у вас там Не будет там Грибка на ногах Или еще там что-то Ну примерно Без изменения Своего характера Черт характера Своего мировоззрения Своего вот этого То есть Очень важно Лишить Вот эту всю Болезнетворную Заразу В начале На тонком Уровне Подпитки Потому что Она Привлекается Как на маячок На тонком Уровне В начале А потом уже Разрастается Здесь Вот Местность И вот где-то Растения Поселяются И нормально Еще А где-то Не поселяются Хотя тут Везде может быть Засуха Но где-то Зацепился А где-то Не зацепилось Растения И вот как раз Вот это все Зацепление Идет За наше С вами Сознание Вот это Очень важно Понимать Далее тут А почему вы решили Что это Один и тот же человек Он же Попросил мне Афишировать письмо Но уж извините Я Использовал Эту информацию То есть Я стараюсь Видите Уже в последнее Время Не что-то Вам такое Преподносить С пальца Высосать И сказать Витамин Д От всех Недугов Вот Какой От каких Он всех Недугов Витамин Д Или еще Какой-то Если у человека С головой Непорядок Он вообще Не дружит С ней И как Это все Будет Работать Просто Непонятно И тем не менее Напихом 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 Идет реклама И так далее Вот этот Вот Там Вас Успокоит Или еще Там Лекарства Нет Смотрим дальше Мне кажется Что вы его Тоже знаете Так самоотверженно Защищаете Друг с другом Идет Переписка Пользователь FM7 Я так его Назову Я защищаю Справедливость Могу заступиться За совершенно Незнакомого Мне человека Если посчитаю Что на него Нападает Зря Перечитайте Внимательно Мои комментарии Призываю К разумности А не бросаться В крайности Вот Мне даже Ничего Не надо Говорить И комментировать Я Его Абсолютно Не знаю Может он И сволочь А я Такая Наивная Но не спешу С выводами Любить ближнего Ведь надо Правда Как самого себя Почему Об этом Забываем В крайности Действительно Не надо Бросаться И Вот тут Как раз Я защищаю Справедливость А помните Я вам Говорил Что Вот знаете Я для себя Разобрал Допустим Психический уровень Это черты Характера Уже Человек Такой Секой А вот На духовном Уровне Там правят Мировоззрение И побуждение То есть Какая информация Побуждение Это как раз Вот я вам Рассказывал Побуждение Они же Инстинкты То есть Просто нам Говорят Инстинкт А если Что такое В переводе Инстинкт А в переводе Инстинкт Это побуждение И для меня Инстинкт Он как-то Не вникает Информационно В меня Чтобы это А вот Побуждение То что Меня побуждает Вот это Вникает Мне Так вот Первое Побуждение Это к Самосохранению И на этом Побуждении Формируется Дальше В психическом Уровне Свои черты Характера Следующее Побуждение Это продолжение Рода Забота О детях Любовь Дружба Семья Вот это Формирует Огромное Количество Этих Черт Характера Далее Как раз Вот идет Третье Побуждение Это побуждение К лидерству Каждое Живое Существо Хочет Быть Лидером У себя В стае Хочет Своё То есть Лидерские Качества Вот тут Они еще Провоцируются Вот эти У вас Порождает Кучу Черт Характера И на этом Значит Побуждение Как в противовес Ему Идет Побуждение К справедливости Четвертое То есть Каждое Живое Существо Пускай Будет Лидером В своей Семье На своем Участке На своей Делянке Где Одна там Живет Но за пределами За пределами Там другой Лидер И это важно Понимать Что вы Лидер у себя Дома А Грубо говоря В другом Доме Вы хотите Свои там Порядки Наводить Это уже Не лидерство И люди Понимают Вот чувство На основе Вот этого Побуждения К справедливости Ну и пятое Это будет Побуждение Реализации Своих Творческих Потенциалов Видите как Как мы Выходим На эти вещи Которые Я для себя Проработал Давным Давно Проработал И которые Вот они Вылазят Вылазят Вот Вот так Ну давайте Дальше Дальше А вообще Кто он Если вы знаете Почему не скажете По предыдущим Комментариям Можно знать Что это за человек Ага Так Другий ответ Во-первых Он в комментариях Не участвует По крайней мере Сейчас Во-вторых Это Геннадий Петрович Решил Его Не разыскивать А мне не надо Кого-то там Разыскивать Мне важен Вот Как говорится Прецедент Создан Я его разбираю Мне показался Очень интересным Не раскрывать И я Его знаю Так же Как и вы И еще Он написал Ему письмо На почту Именно потому Чтобы быть Инкогнито Нет На почту Он не написал Мне И я всем Говорю Пишите Вот сюда Пишите Сюда Для того Чтобы всем Было ясно И понятно Далее Ну пусть Может Судьба Ему улыбнется Когда-нибудь Дальше Иду Значит Да это Понятно Но откуда Известно Тогда Что это Один и тот же Человек Ну по крайней мере Комментарий Был один Который я Разбираю А там уже Так Впрочем Не важно Пошли дальше И вот Галина Мюллер Пишет Она кстати Активно Участвует В комментариях Вы знаете Геннадий Петрович Неслучайно Вытащил На свет Божий Афишу От концертного Агентства Михаила Фридмана С гастролями По Германии Неслучайно Да Еще разок Она совершенно Случайно Нашлась В комоде Жена нашла И я вам Ее показываю То есть Вот Хотели на мне Заработать Вот так вот Выставить Дать мне цитату Истинно Жизни Здоровье Я уж Извините Еще разок Подшеркну Что на первом Канале Некоторые люди Решили Что В 2010 Году Что вот Передачу Малахов плюс Можно развернуть Вот таким вот Образом Чтобы Не столько Естественный образ Здоровья И оздоровления А Более медицинский Сделать Предложили Хорошие денюжки А Петрович Возьми Да Отказался Вот Вот Все бы пошли На эти деньги 700 тысяч Ум месяц Сумма то какая А он взял и нет Что за человек Пользователь другой Пишет Чтобы показать Как приодели Ну да Вот мне создавали Такой Видите Имидж Я помню Вот этот пиджачок В дорогущий магазин Мы поехали Рубашечка Ремешочек Туфельки Носочки Ну все знаете Там такая сумма Скопилась Ого Все выбрить Чтоб все Все это Было И тем не менее Тем не менее Если вы посмотрите Передачи Малахова Плюс Я в этом костюме Сделал стойку На голове Весь этот костюм На меня Падал Ну там Короче Это Не ночек Ну что А пора Обед Обед Ну вот Наверное На этом Мы прекратим Прекратим Видосик Он такой Длинный Получился Чтобы Чтобы как-то Вы понимали До конца По-моему Далеко Но сейчас Попробуем еще Пробежаться Чтобы показать Как приодели А для меня Одежда не главная Главное Что в мозгах У человека И куда он стремится Это другой Пользователь Так Для меня Тоже не главное Ага Пользователь Какой-то Так Иду Свои 6 километров Это Серж Матвиенко Скорее всего Здоровье В наших руках Истина Жизни Здоровье Здоровье По уму Дается Вот так Вот могут вам Сказать Два ответа И сейчас Пользователь Если бы Вы все Так Выглядели И чувствовали Себя Как Малахов То Мы бы Давно Бы Здоровой Нацией Были Не говорите Ерунды Откровенной Эл Новикова Далее Пишут Значит Дуракам Закон Не писан Истина Жизни Здоровье Ну все Обед Я рад Что Такое Довольно таки Трудное Видео Было Сделано Перед обедом Чтобы не Испортить Аппетит Я Благодарю Вас За то Что Откликаетесь Проявляете Свою Благотворительность На поддержание Канала